Временной промежуток между автобусами, работающими по четвёртому маршруту, согласно графику, составляет 8 минут. Однако на деле оказывается более 10. Водители маршрутных автобусов объясняют отставание от графика тем, что на некоторых перекрёстках Шимкента не работают светофоры. «Например, на гарантии не работает светофор, и на Боэнсулу тоже. Это два крупных перекрёстка, поэтому мы опаздываем на пару минут». По заверению специалистов транспортного отдела, этой зимой проблем с работой общественного транспорта возникнуть не должно, так как большая часть автобусов работает на газе. Проблемы с замёрзшей соляркой можно исключить. Есть ещё и одна хорошая новость. Все транспортные компании областного центра получили спецзадания. Водители автобусов должны будут уделять особое внимание маленьким пассажирам. Школьники отныне не будут мерзнуть на остановках в ожидании общественного транспорта, заверяют специалисты. «Сейчас автобусы ездят хорошо, пожаловаться не могу». «На остановке стоять подолгу не приходится. Похоже, что автобусы работают в нужном режиме». Ежедневно на линию выходит более тысячи автобусов. Около 20% из этих транспортных средств должны ежегодно подлежать замене. На деле выходит по-другому. Если в прошлом году в город было завезено 200 единиц новых автобусов, то в этом году всего десятая часть. «Свой автопарк обновили компания «Автоимпульс» и «Бегсервис». Эти две компании закупили в общей сложности 15 новых автобусов». Отдел автотранспорта намерен направить предупредительные письма в компании, которые не выполнили условия договора.